Николай Носов. Федина задача. Раз как-то зимой Федя Рыбкин пришел с катка. Дома никого не было. Младшая сестра Федя Ирина уже успела сделать уроки и пошла играть с подругами. Мать тоже куда-то ушла. Вот хорошо, сказал Федя. По крайней мере, никто не будет мешать делать уроки. Он включил радио, достал из сумки задачник и стал искать заданную на дом задачу. — Передаем концерт по заявкам, — объявил голос по радио. — Концерт — это хорошо, — сказал Федя. Веселее будет делать уроки. Он отрегулировал репродуктор, чтобы было погромче, и сел за стол. — Ну-ка, что тут нам на дом задано? Задача номер 639. — Так. На мельницу доставили 450 мешков ржи по 80 килограммов в каждом. Из репродуктора послышались звуки рояля, и чей-то голос запел рокочущим басом. — Жил-был король когда-то, при нём блоха жила. Милее родного брата она ему была. — Вот какой противный король, — сказал Федя. — Блоха ему? Видите ли, милее родного брата. Он почесал кончик носа и принялся читать задачу сначала. На мельницу доставили 450 мешков ржи по 80 килограммов в каждом. Рожь смололи, причём из 6 килограммов зерна вышло 5 килограммов муки. — Ха-ха-ха-ха, блоха! — засмеялся певец и продолжал петь. — Позвал король портного, послушай ты, чурбан, Для друга дорогого шей бархатный кафтан. — Из чего ещё вы, — думал, — воскликнул Федя. — Блохе кафтан! Интересно, как портной его шить будет? Блоха ведь маленькая! Он прослушал песню до конца, но так и не узнал, как портной справился со своей задачей. В песне ничего про это не говорилось. — Плохая песня! — решил Федя и опять принялся читать задачу. На мельницу доставили 450 мешков ржи по 80 килограммов в каждом. Рожь смололи, причём из 6 килограммов зерна. — Он был титулярный советник, она генеральская дочь! — запел репродуктор снова. — Интересно, кто такой титулярный советник? — сказал Федя. — Хм! Он потёр обеими руками уши, словно они у него замёрзли, и, стараясь не обращать внимания на радио, принялся читать задачу дальше. Так, из 6 килограммов зерна вышло 5 килограммов муки. Сколько понадобилось машин для перевозки всей муки, если на каждой машине помещалось по 3 тонны муки? Пока Федя читал задачу, песенка про титулярного советника кончилась, и началась другая. Легко на сердце от песни весёлой Она скучать не даёт никогда И любит песню деревни и сёла И любит песню большие города Эта песенка очень понравилась Феде. Он даже забыл про задачу и стал пристукивать карандашом по столу в такт. Хорошая песня! — одобрил он, когда пение кончилось. Так, о чём тут у нас говорится? На мельницу доставили 450 мешков ржи. Однозвучно гремит колокольчик! — послышался высокий мужской голос из репродуктора. — Ну, гремит и пусть гремит! — сказал Федя. Нам-то какое дело? Нам надо задачу решать. На чём тут мы остановились? Так, для дома отдыха купили 20 одеял и 135 простынь за 256 рублей. Сколько денег уплатили за купленные одеяла и простыни в отдельности? Позвольте, Откуда тут ещё одеяло с простынями взялись? У нас разве про одеяло? Тьфу, чёрт! Да это не та задача! Где же та? А, вот она! На мельницу доставили 450 мешков ржи. По дороге зимней скучной Тройка борзая бежит Колокольчик однозвучный Утомительно гремит Опять про колокольчик! — воскликнул Федя. На колокольчиков умешались. Так, утомительно гремит В каждом мешке рожь смололи. Причём из шести килограммов муки вышло пять килограммов зерна. То есть муки вышло, а не зерна. Совсем запутали. Колокольчики мои, цветики степные, Что, глядите на меня, тёмно-голубые! Тьфу, плюнул Федя. Прям деваться от колокольчиков некуда. Хоть из дому беги, с ума можно сойти. Из шести килограммов зерна Вышло пять килограммов муки. И спрашивается, сколько понадобилось машин Для перевозки всей муки. Не счесть алмазов в каменных пещерах, Не счесть жемчужин в море полудённом. Очень нам нужно ещё и алмазы считать. Тут мешки с мукой никак не сосчитаешь. Прям наказание какое-то. Двадцать раз прочитал задачу И ничего не понял. Пойду лучше к Юре Сорокину. Попрошу, чтобы растолковал. Федя Рыбкин взял под мышку задачник, Выключил радио и пошёл к своему другу Сорокину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова